Мы возносим благодарность Богу прежде всего за то, что Бог пришел уже на это место. Хвала Богу! Возлюбленные братья, сестры, имею эту прекрасную возможность быть среди вас в короткое время, рад этой возможности. И благодарю за то, что мы вместе призваны Богом к одному и тому же делу. И после завершения всего нашего дела, которое Бог нам поручил, мы все вместе будем в одном и том же месте в Его Царстве. Мы ждем этого момента, мы знаем, что оно придет, и знаем, что то, что Господь обещал, оно будет неизменным, и оно так и осуществится. Хочу передать приветствие от наших церквей и, конечно, выразить сердечную благодарность всем вам за принятие участия во всех мероприятиях, которые мы совершаем там у нас в Молдове. Небольшая страна, но Бог любит нас. И мы благодарим Господа за ту привилегию, которую Господь дал нам в осуществлении дела, которое мы имеем сейчас еще возможность осуществлять и делать. 25 лет назад, 25 лет назад, впервые в Советском Союзе тогда еще была возможность, появилась возможность, вернее, проповедовать Евангелие открыто. 25 лет с тех пор прошло, 25 благословенных лет, которые Господь взял в свой удел, и то, что Бог сделал на наших глазах, наверное, ни одному поколению не предоставилось увидеть такие перемены, которые мы с вами пережили, которые мы с вами пережили. И мы, конечно, смотрим теперь назад и думаем, что как все это быстро прошло, как все изменилось, но мы благодарим Господа за то, что во всех этих изменениях, переменах Бог имел первенство. И если мы Ему отдавали приоритет, то это очень и очень прекрасно. Этим летом, те, которые из вас принимали участие, помните, я в прошлый раз был у вас, предоставлял программу евангелизации, проект автобусы. Кто хочет помочь, чтобы мы повезли людей на евангелизацию, я хочу сказать, что один год прошел, одна евангелизация прошла, но это еще не конец. Господь открывает новые возможности, Господь дает новые прекрасные времена и обстоятельства, чтобы мы продолжали делать то, что начато было 25 лет назад, и оно еще сегодня продолжается. И мы благодарны Богу, и, конечно, вам благодарны. Те, которые приняли участие в этом проекте, хочу сказать, что не напрасен труд наш был общий вместе с вами, потому что Господь в действительности вышел навстречу. Мы имели прекрасные евангелизации, мы имели прекрасные возможности проповедовать Евангелие, ввести людей автобусами на евангелизацию и возвещать то, что нам поручил Господь. Евангелие, если вас интересует, у меня есть такая брошюрка с собой после служения, подойдите. Здесь вся информация о проведенной евангелизации вы можете взять, особенно те, которые приняли участие в этом проекте. И я хочу, чтобы Господь вас благословил. Кто может посмотреть на интернете, на нашей странице есть также видеопрезентации этой евангелизации. Посмотрите, для того, чтобы можно было возблагодарить Бога, а также вдохновиться, продолжать Богом начатое дело. Бог еще не закончил своей работы. Бог еще дает нам прекрасную возможность продолжать эту работу. И мы хотим быть участниками во всех этих делах. Я хочу прочитать сегодня несколько стихов из послания Титу, 2 глава, с 11 стиха и до конца этой главы, а потом затронуть только одну маленькую часть из этого текста. Итак, Библия говорит следующие слова. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отвергну нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличайся всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Аминь». Я думаю, что пятидесятники, когда они слышат слово «благодать», они по-особенному ее воспринимают. По-особенному. Я думаю, что каждый из нас переживал благодать Божию в своем сердце. Каждый из нас знает, что такое. И не один раз мы цитируем любимое для нас место, которое мы все прекрасно знаем, и оно нам нравится. Благодать Божия, она нас обогащает и печали с собою не приносит. Мы знаем это. Нам нравится. Особенно, когда мы делимся какими-то особенными переживаниями, впечатлениями под воздействием Божьей благодати. Когда мы исполнены Божьей благодатью, тогда в нашей жизни приоритет обязательно будут занимать невидимые, но главные вещи в нашей жизни. Когда благодать Божия прибывает на нас, и мы читаем в Священном Писании, что первая церковь, а благодать Божья была на всех их. Я задавался вопросом не один раз, а что же собой представляют люди, которые исполнены Божьей благодати? Как они выглядят? По каким параметрам, рамкам, критериям? Лука, когда писал книгу «Деяния апостолов», мог увидеть и сказать, что эти люди исполнены благодатью Божией. Что это такое? Конечно, мы можем говорить многое, исследуя Писание, я не хочу сегодня вдаваться в эти детали, каким образом выглядит человек, исполненный благодатью Божьей, но все мы прекрасно понимаем, что это что-то хорошее. Иногда мы не можем объяснить, что это такое, иногда мы не можем рассказать, но когда оно происходит с нами, и мы переживаем, тогда мы видим, что совершенно оно прекрасно для нас. Божья благодать. Что это такое? Мы цитируем Писание и говорим, это дар Божий, это незаслуженный дар. Библия говорит нам, что Бог послал, и дарование Божие пришло. И, конечно, когда мы смотрим на благодать, как на дар Божий, который приходит к нам, и мы принимаем его, то для нас это благо, для нас это чудо, для нас это что-то прекрасное, прекрасное. Когда Божья благодать на нас, когда Дух Святой явился нам, и мы пережили его в своей жизни, жизнь наша трансформировалась, мы поменялись под действием этой благодати Божьей. Я помню до момента, пока Бог меня крестил Духом Святым, будучи еще маленьким мальчиком, рос в верующей семье, в то советское атеистическое время, когда учителя в школе говорят, что Бога нету, когда директор, которая была соседом нашим, приходит к нам домой и говорит, не слушайтесь вы своих родителей, это темные люди, ничего не знают. Слушайте то, что мы вам будем говорить, потому что вы построите себе светлое будущее. Я думал, возможно, они правы. Единственное то, что отличало моих родителей и от людей на то время известных и популярных, это была та разница, что мои родители знали Бога. И то, что они пережили, они молились, они желали, чтобы дети их пережили то же самое. И я очень благодарен Богу за то, что я родился в такой семье, где родители были верующие, где они молились, хотя мы не имели возможности тогда такой, которую сегодня, дорогие молодые люди, дети, которые родились в крестьянских семьях, имеете вы сегодня. Мы не имели возможности быть на богослужениях, мы не имели возможности быть в воскресной школе, мы не имели возможности быть в доме молитвы, мы не имели этой возможности. Но то, что могло нас держать и удержать, было одно переживание. Это сошествие Божьей благодати в жизни лично мою. Если я имел некоторые вопросы и сомнения, когда говорил родителям, а кто знает, может, учителя правы, может быть, вы не все понимаете, может быть, я пытался читать, что-то понимать, но, конечно, мне было далеко от всего этого. Но ночью в 12 часов, придя на молитву, собрались в доме, и там молились, и пастор говорит, мы хотим помолиться за тех, которые хотели бы сегодня пережить Божью благодать, получить духовное крещение, посвятить себя Господу. И мы стали на колени, и я сказал, я хочу этого. И явилась благодать Божья. И сошел Дух Святой, и наполнил меня собою, и взял мои уста, и я начал славить Бога, и величать великого Бога. Жизнь моя была изменена, потому что Божья благодать явилась в моей жизни. И если до того времени я сомневался в чем-либо, то я хочу сказать, в 13-летнем возрасте, будучи молодым подростком, когда благодать Божья сошла, ушли все сомнения, ушли все переживания, которые были связаны, правда или неправда, потому что Бог пришел в мою жизнь. И я стал новым человеком. Мое желание сегодня для всех молодых людей, чтобы благодать Божья, она стала достоянием каждого из вас. Она явилась, Библия говорит. Она сама пришла. Ее не надо было нигде искать. Ей не нужно было покупать, покупать за что-то. Она пришла как откровение, как дар для того, чтобы мы могли ее просто взять, принять. Друзья мои, братья, сестры, это Божий дар. Это Его заслуга. И Библия говорит нам в 3 главе, уже 5 стиха, или 4 стиха ниже. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас, не по делам праведности, которые мы сотворили, но по Своей милости, бане и возрождении, обновления Духом Святым, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Аллилуйя! Обильно! Мне нравится, как Священное Писание говорит, у Бога есть обилие, у Бога есть благо, у Бога есть достояние, которое никто не может нам дать иной, как только Бог, Который явил это и сделал это достоянием каждому из нас. Библия говорит, не мы достигли этого познания, не мы своими делами, своими поступками, своими заслугами умилостивили Бога, чтобы Бог сделал нам что-то доброе. Нет, не мы. Но Библия говорит, но Бог со Своей стороны спас нас. Хвала Ему за это. Божья благодать, которая явилась, она открылась, она стала явной, она стала доступной, она уже не была скрыта и таинственная, она стала доступной и открытой, чтобы все могли ее увидеть. Бог Отец послал Сына Своего как жертву умилостивления за грехи наши, и мы благодатью спасены через веру. И это Божий дар для нас. Хвала Ему. Знаете, мы любим благодать. Я вам скажу, почему мы любим благодать. Потому что мы смотрим с перспективы Божьей на благодать. То есть мы не смотрим с перспективы Божьей на благодать, а мы смотрим с перспективы человека на благодать. Что такое благодать? Нам нравится. Знаете, почему? Потому что мы получатели этого дара. Мы принимаем благодать. Но когда его благодать на нас, что мы тогда делаем, это совершенно уже другой вопрос. И я как раз хочу на это заострить наше внимание с вами. Почему нам нравится благодать? Потому что мы переживаем что-то хорошее. Божьей благодатью вы спасены. И мы говорим, слава Богу. Я поверил, я спасен. Слава Богу. Это прекрасно. Я получателе. Но для того, чтобы мы были получателями этой благодати, этого дара, Божья благодать была выражена в даянии, в жертве. Библия говорит, Он отдал, послал сына своего. Он дал все самое лучшее, что было у него. И Библия говорит, единственного сына своего. Не тогда, когда мы заслужили внимание этого или какое-то доброе дело сделали. А Библия говорит, когда мы были недостойны, когда мы были грешники, когда мы не знали об этом ничего, Он инициировал эту миссию, чтобы нам дать этот дар. С нашей стороны, мы не можем быть благодатными до тех пор, пока мы не будем такими, как Бог. Пока мы не будем такими, как Бог, пока мы не позволим себе быть подобным Богу, это значит делать все то, что делал Бог. Бог Отец отдал эту благодать. Иисус Христос послал, дал Духа Святого. Дух Святой дал дарование Церкви, послал дарование. Триединство Бога выражено благодатным даянии, жертвенном даянии. Которое было явлено. Когда мы смотрим с перспективы нас, человека, то благодать теперь уже с нашей стороны мы иногда ее просто не так понимаем. Мы любим ее, потому что это благо взять. Мы же радуемся, когда мы берем. Нам дают спасибо, хорошо, спасибо, хорошо. Господи, еще хочу, слава Богу, хорошее было собрание. Бог посетил нас благодатью, сошла сила свыше. Мы молились, мы пели, мы радовались, слава Богу. Некоторые говорят, даже домой неохота идти. Ну, слава Богу, я рад этому. А когда ты вышел отсюда, что ты сделаешь, что ты делаешь дальше? На тебе Божья благодать. Ты наполнен великого желания я самим Богом быть подобным Богу и теперь позволить себе, чтобы Божья благодать через тебя могла проходить туда, куда Бог хочет, чтобы ты ее понес. Тогда ты будешь благодатным. Тогда ты будешь исполненным благодати. Мы иногда не понимаем этого, и мы иногда говорим, ну, это мне, это для меня, я пережил, я получил, теперь хорошо, слава Богу за это, и еще лучшего жду. Какое самое лучшее для верующего человека? Конечно, Христос придет, нас заберет, и мы будем в его царстве. Это прекрасно, да, это будет. И мы верим, и мы знаем, что это осуществится, но пока мы на пути. Пока мы на пути. Бог хочет, чтобы его народ исполненный благодатью Божией, он шел и творил то, что творил сам Бог. Мы иногда радуемся этому и боимся сделать следующий шаг, потому что Божья благодать только тогда благодать в нашей жизни, когда мы ее отдаем дальше. когда мы собою жертвуем для того, чтобы отдать кому-то другому, который не имеет того, что мы имеем. И если мы только позволяем Богу работать через нас, если мы только позволяем Богу, исполнившись его благодати, быть благодатными для людей, которые еще не знают Бога, только тогда мы понимаем цену великой радости. Иногда люди подходят ко мне молодые и говорят, я даже и не думал, что если я кому-то расскажу о Боге, такое огромное удовлетворение и счастье для меня, особенно, когда эти люди еще покаялись. Оказывается, Бог может использовать всех людей в этом. Ему нужны наши ноги, чтобы мы пошли туда, куда Он хочет, чтобы мы пошли, потому что когда Он был на земле, Библия говорит, Он ходил и благоветствовал, теперь Его уже нету на земле, теперь Он вознесся, послал Духа Святого, Дух Святой послал свои дарования, мы пятидесятники, крещенные Духом Святым, исполненные силой Его и помазанием, что мы делаем теперь? Должны идти, куда мы идем, Он идет с нами, куда Он нас ведет, мы являемся соработниками, или же тружениками, трудящиеся вместе с Ним, если мы не идем, люди хотят видеть, Священное Писание говорит, и мы видели Его, когда Он ходил среди нас, теперь сегодня народ, люди должны видеть тех, которые ходят среди, и люди, которые исполнены Божьей благодати и идут вместе с Богом, они совершенно другие, да, они не похожи, когда людей этого мира, они не похожи на тех, которые вроде бы ничего не сказал, я помню, когда я был в армии, призвался, через две недели, подошел ко мне командир и говорит, ты не такой, как все люди, как все солдаты, как не такой, так же постригли, так же одели, я все такой же, нет, нет, ты не такой, я две недели за тобой наблюдаю, ты не такой, как все, в действительности я был не таким, потому что оказался только один верующий во всей воинской части, и оно было почему-то заметно, потому что Божья благодать была, и нам иногда может говорить, еще не нужно было, может быть, где-то особенного ничего не нужно было сделать, но оно уже отражало нас, и открывало нас, Божья благодать, она на нас, и когда на нас люди видят нас, и когда на нас люди переживают, люди чувствуют, люди видят, окружающие нас, почему? Потому что мы им наполнены, и мы делаем то, что должны делать, или вернее, Он делает через нас, через нас, мы в Его задействовании, и мы выполняем Его работу и Его дело. Перед Новым годом я зашел в супермаркет, и перед магазином стоит пожилая женщина, старушка на палочке, вот, я прохожу, и она говорит, сынок, можешь чем-то помочь? Я остановился, я говорю, а что бы вы хотели? Ты знаешь, идут праздники, а у меня ничего нету, я бы хотел купить что-то покушать. Я ей говорю, давайте пошли вместе со мной в магазин. Она говорит, ой, мне так неудобно, нет, 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 я говорю, пожалуйста, пройдите со мной в магазин, и я куплю вам то, что вы желаете. Она так смотрит на меня, и ей неудобно. И она говорит мне, не подумайте, что я попрошайка. Просто обстоятельства меня вынудили в такой ситуации. Я работала всю жизнь учителем в школе, и теперь мне 83 года почти. Пенсия моя не позволяет мне заплатить за коммунальные услуги, не позволяет мне купить медикаменты, которые нужны, а еще что-то на праздник хотелось бы купить, хотя бы на праздник что-нибудь. Я ей говорю, пошли со мной, бабушка, пошли. Я ее взял и пошли вместе в магазин. И я ей говорю, вот здесь эта тачка, ложите сюда все, что вы хотите. Она растерялась. Как все, что я хочу? Да, пожалуйста, что вы хотите? Я не знаю, что вы любите, что вы не любите, что вам можно кушать, что вам нельзя кушать, но я хочу, чтобы вы брали и складывали в эту тачку все, что вы хотите. Она опять не может понять, она опять растерялась. Я говорю, давайте я вам помогу. Вам хлеб нужен? Да. Вам мясо нужно? Вам колбаса нужно? Вам молочные продукты нужны? Вам это? Да. Что вам еще нужно? Я не знаю. она в рассеренности. Сложил я эти продукты ей вместе с ней по магазину. Я уделил время ей тихонько одного места к другому прошли, прошли, подошли к конце кассы. Она говорит, все, спасибо, больше не надо ничего. Я не ожидала ничего больше. Это вообще очень много. Я говорю, ничего, это праздник, Рождество скоро. Это для вас подарок. Кто вы такой? Вы не такой, как все люди. Нет, я такой же самый, как все. Просто что-то особенное вы видите во мне. Есть что-то особенное в вас, потому что от вас исходит что-то такое, чего нет от других людей. Она видна. Мы подошли к кассе, выложили все, продавец считает, считает, все посчитали, сложили. Я говорю, а где вы живете? Вот, сыночек, здесь через дорогу моя квартира. Я говорю, вы сможете это все забрать? Я на палочку сложу и потихоньку, потихоньку я понесу. Спасибо большое вам. Слезы текут, женщина плачет, радуется, что она пережила благодать. но ее было благо взять, а для меня это было благодать. Я не знаю, как она радовалась, но если бы я мог передать вам, каким довольным был я, когда я увидел эту возможность, что я могу послужить этой женщине тем, что у меня было. она взяла, пошла, я пошел обратно в магазин уже купить то, что мне было нужно, и я такой доволен был, такая радость была на мне. Я думаю, Господи, много раз мне давали, но я не радовался так сильно, как я могу теперь радоваться, что я мог что-то отдать. я тогда понял те слова, которые Христос говорил, блажение давать, чем принимать. И благодать Божия становится благодатью в нашей жизни только тогда, когда мы позволим ей пройти через нас и пойти дальше, и продолжить работу, так как Христос не пришел, чтобы Ему служили, но послужить другим и направить это в то нужное направление. Кто-то из вас, наверное, подумает, хорошо, у тебя, наверное, деньги были, ты мог ей купить и потому. Знаете, я тоже об этом думал. Я пришел домой и думаю, дьявол начинает работать, а если бы у тебя денег не было, ты бы смог это сделать? А если у тебя ничего нету, что бы ты тогда сделал? На следующий день, знаете, если Господь что-то хочет преподать, он не останавливается на половинах. На следующий день я иду в тот же самый магазин, купил, что нужно, стал у кассы платить, передо мной стоит женщина, пожилая, поставила три батона, которые были когда-то по 13 копеек, поставила три батона, чтобы заплатить за эти три батона, и я смотрю, она достала свой кошелек, и в этом кошельке открывает, и смотрит, а в кошельке я вижу сто лей, копюра, одна копюра, она ее берет, трогает, и назад ставит, закрывает, и где-то еще что-то ищет, 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 потом опять открывает, опять смотрит, опять в кошельке ничего нет, опять что-то по карманам, где-то ищет еще, и я понимаю, что женщина не хочет разменять сто лей, потому что разменять, знаете, старые люди говорят, разменял, все, уже удержать нельзя, вот когда одна копюра, вот тогда можно ее сохранить, так вот, эта женщина борется, ну уже касса близко подходит, надо рассчитываться, и я стою сзади, я говорю, женщина, позвольте мне заплатить за ваши батоны, она так посмотрела на меня, и говорит, мужчина, не надо, у меня есть деньги, я говорю, я видел, что у вас есть деньги, поэтому их придержите себе, а я заплачу за эти батоны, я смотрю, а у нее слезы текут на глазах, и она смотрит и говорит, кто вы такой, никто, я просто тот, который хочет что-то сделать, а продавец слышит наш разговор, и она говорит, и женщина, если мужчина хочет, пусть он сделает, сегодня праздник, Рождество, позвольте ему это сделать, она взяла эти три батона, сложила их туда, спасибо, спасибо со слезами, она ушла, а я переживаю ту же самую радость, которая была вчера, я много заплатил вчера, а сегодня я заплатил только три батона, но конечный результат одинаковый, потому что не мера, сколько ты даешь, а мера, как ты даешь, не того, что иногда я даю, чтобы кто-то мне дал, а от того, я делаю это, потому что Христос сделал для меня это уже, я жертвую, потому что Он пожертвовал, я помогаю, потому что Он помог, я делаю, потому что Он сделал, и меня этому научила Божья благодать, и Библия говорит, она не только спасительная, но она научающая нас, Бог сегодня учит нас своей благодати, через свое слово, как нам поступать, чтобы быть такими, как Он, и пусть Господь благословит каждого из нас в этом, мы спасены благодатью, это слава Богу заслуга Божья, но сегодня Бог призвал нас жить по благодати, сегодня Бог призвал нас быть исполненным благодатью, и быть благодатными в деле Его Царствия, когда можешь что-то сделать, во имя Господа сделай, позволь благодати Божией сделать это через тебя, позволь благодати Божией сказать что-то через себя, позволь благодати Божией пойти вместе с тобой и куда-то. Позволь благодати Божией сказать добрые слова, наседания, утешения и благословения, которые зайдут из твоих уст, и они найдут место там, где в этом есть необходимость. Божья благодать дарована нам не для того, чтобы мы радовались и формировали себя эгоистами, а для того, чтобы мы были подобными Христу и делали все так, как Он делает для нас. Хвала Богу за это! Божья благодать эту работу совершает! Я хочу, чтобы вы все были исполнены благодати Божьей. Знаете, у нас была молодежная конференция молодежная, и когда мы молились о крещении Духом Святым, молодые люди, Бог крестил многих людей Духом Святым, и беседуя с молодыми людьми, а потом беседовал с организаторами и руководителями, вот этой конференции, молодежного слета. И они говорят мне, говорит, брат Виктор, когда молодежь исполнена Божьей благодатью, тогда в лагере не нужен ни охранник, ни сторож, ни наблюдатель, ни душепопечитель. Все знают, что делать можно только добро. Говорит, когда Божьей благодати нету, охранники с автоматами должны охранять. Я хочу сказать, что это то, что нужно каждому человеку. Молодые люди, ищите Господа, и пусть благодать Божья будет достоянием каждого из вас. Вы никогда не пожалеете об этом. Это будет всегда сильным основанием вашей жизни, вашим служением пред лицем Божьим, и благословением на всю оставшуюся жизни. Да благословит Господь каждого из нас в этом. Ему слава за все. Аминь. Давайте помолимся. Халилюя.